Добрый день! Компания Brice представляет второй видеоурок, подготовленный аналитиком строительных проектов Виталием Денисовым. В первом видеоуроке мы изучили совместные действия рабочей группы проекта по созданию общего календарного плана с помощью Microsoft Project, его дополнения PlanBridge и обменных документов Excel, размещенных в общем облачном хранилище. В результате был сформирован укрупненный график блоков работ и контрольных точек второго уровня иерархической структуры, а также пул основных материальных ресурсов для назначения на работы детализированного плана. В этом уроке мы продолжим изучать действия планировщика и удаленных участников процесса планирования по дальнейшей детализации нашего плана, определению сроков работ, а также назначению материальных и трудовых ресурсов в обменных документах Excel для последующей загрузки данных в наш проект Microsoft Project. В начале настроим дополнительные текстовые поля таблицы задач для включения в обменный документ уточняющих данных о разбивке фронта работ по отметкам и осям и дальнейшего их заполнения ответственными. В ранее созданном текстовом поле «Ответственный» содержатся имена участников, для которых планировщик должен создать отдельные обменные документы Excel для последующей детализации задач и назначения ресурсов. Посмотрим, как настроить в PlanBridge схему экспорта-импорта этой группы обменных документов по ответственным участникам, также называемым кураторами. Нажимаем кнопку «Настройка схем» на панели инструментов PlanBridge. В открывшемся окне выбираем предварительно настроенную схему в общем списке и просматриваем настройки в каждой вкладке окна «Настройки схемы». На вкладке «Описание» задаются пояснения по заполнению полей обменного документа, которые получит каждый ответственный. На вкладке «Столбцы» выбираются поля задач и назначений проекта Microsoft Project, которые необходимо включить в обменный документ, а также устанавливаются галочки «Загружать» для тех полей, данные которых нужно будет импортировать из обменного документа обратно в проект Project. На вкладке «Задачи» в группе «Распределение задач» устанавливаем галочки «Распределять задачи» по кураторам и выбираем имена тех ответственных, для которых будут создаваться отдельные обменные документы. В этих документах ответственные будут детализировать свои блоки работ. На вкладке «Данные назначений» включаем отображение в обменном документе диаграммы ГАНТа с разбивкой по временных данных по неделям. В группе «Данные ресурсов» включаем отображение по временных данных трудозатрат, а также включаем отображение итоговых полей назначений. На вкладке «Дополнительно» определяем количество создаваемых в обменном документе пустых строк для добавления новых детализирующих задач, назначения ресурсов на задачи, создания дополнительных ресурсов. Включаем импорт данных ресурсов в проект Microsoft Project. Закрываем окна настройки схем и нажимаем кнопку «Сохранить документ». В открывшемся окне выбираем настроенную схему. Далее в окне проводника выбираем папку, синхронизируемую с облачным хранилищем OneDrive, и задаем наименование обменного документа. Нажимаем «Сохранить». Проверяем наличие в выбранной папке группы выгруженных обменных документов с именами ответственных. Получаем ссылку для доступа в общую папку хранилища OneDrive через интернет. Переходим в почтовую программу планировщика и отправляем всем ответственным ссылку на эту папку OneDrive. Ответственный открывает свой почтовый ящик и видит там ссылку на общую папку с обменными документами. Открываем ее в интерфейсе браузера. Ответственный выбирает предназначенный ему документ со своей фамилией и скачивает его для редактирования на своем компьютере. Далее ответственный открывает этот обменный документ в программе Excel. На вкладке «Использование задач» находится таблица с полями данных Microsoft Project, которые планировщик настроил в схеме экспорта-импорта. В поле «Наименование задач» видим суммарную задачу, а также задачу, которую должен детализировать этот ответственный. Чтобы отобразить строки для внесения детализирующих задач и назначений, необходимо развернуть структуру таблицы. Ячейки с желтой заливкой предназначены для внесения наименований детализирующих работ. Ячейки поля «Ресурсы» с голубой заливкой предназначены для назначения ресурсов на существующие и создаваемые работы плана. Все ячейки, предназначенные для того, чтобы их данные загрузились обратно в план Microsoft Project, выделены пунктирной границей. Ответственный заполняет необходимые данные в строке каждой новой задачи. Затем в выпадающем списке выбирает ресурсы из пула для назначения на эту задачу. Кроме загруженных из проекта Microsoft Project ресурсов, ответственный может добавить свои дополнительные ресурсы через лист ресурсов, которые присутствуют в обменном документе. Для этого он открывает лист ресурсы, видит список существующих ресурсов, импортированных из Project и добавляет в желтые ячейки наименование тех ресурсов, которые он потом дополнительно планирует назначить на новые задачи. Они становятся доступными в выпадающем списке для назначения на задачи. Ответственный выбирает нужные ему наименования и вносит их в выделенные голубым цветом ячейки. В поле трудозатраты он указывает соответствующие им объемы работ или количество трудозатрат трудовых ресурсов. Планирование объема работ и трудозатрат ресурсов возможно как в общем поле трудозатраты, так и в повременных полях с распределением по неделям. Это выполняется в зоне временной шкалы диаграммы ГАНПа. После внесения всех необходимых данных по детальным задачам и назначениям, ответственный сохраняет документ и выкладывает его в общую папку OneDrive, заменяя существующий там файл пустого обменного документа. Аналогичным образом, другой ответственный открывает общую папку по ссылке, выбирает свой документ, но он предпочитает редактировать его и вносить необходимые детализирующие данные непосредственно в интерфейсе веб-браузера. Это позволяет сделать Excel Online. В его интерфейсе ответственный может выполнять все те же операции по заполнению обменного документа, что и в десктопе Excel. Однако при данном способе редактирования нет необходимости скачивать, сохранять заполненный документ и загружать его в общую папку облачного хранилища. Обновление заполненного документа происходит автоматически. Кроме того, такой способ редактирования документа доступен даже с планшета без установленной программы Excel. Достаточно наличия любого веб-браузера и подключения к интернету. После заполнения обменного документа ответственный его просто закрывает, а все внесенные изменения автоматически синхронизируются с файлами, сохраненными в папке планировщика с помощью клиентской программы OneDrive. Аналогично, выбрав один из продемонстрированных способов, остальные ответственные заполняют свои обменные документы. Внесенные данные синхронизируются с локальными файлами планировщика, после чего он может выполнить загрузку данных из всех документов в общий план проекта Microsoft Project. Чтобы оценить результаты загрузки обменных документов в план проекта, перед загрузкой посмотрим представление использования задач, лист ресурсов, использование ресурсов. Как видите, пока в этих представлениях нет данных о новых ресурсах и их назначениях. Для просмотра и обновления созданных планировщиком обменных документов нажимаем кнопку «Менеджер документов» и в открывшемся окне менеджера видим список с датами создания пакета документов. Нажимаем кнопку «Получить и обновить». В окне уведомления PlanBridge видим информацию о количестве документов, обновленных после их создания. А в столбце получен обновлен, дату и время последнего обновления документов. Через окно менеджера можно выполнить загрузку в план Microsoft Project как одного выбранного обменного документа, так и целого пакета из нескольких документов. Для этого необходимо выделить строку нужного документа или наименование пакета и нажать кнопку «Загрузить в проект». После выполнения загрузки список обменных документов, подлежащих загрузке, очищается, но если установить галочку «Показать загруженные», можно увидеть уже загруженные документы. Для того, чтобы увидеть результаты загрузки нашего пакета обменных документов, нужно закрыть окно менеджера. Как видите, все данные детализирующих работ и назначенных ресурсов подгрузились в соответствующие блоки работ нашего плана в Microsoft Project. Открываем представление использования задач и видим, что данные о назначениях и их распределении по временным периодам также загрузились из обменных документов в наш проект. Помимо этого, в представлении использования ресурсов мы видим распределение трудозатрат ресурсов в привязке к их назначениям на задачи. Перейдем на лист ресурсов и видим те трудовые ресурсы, которые были добавлены ответственными в обменных документах. Они добавились в общий пул. И красным цветом подсвечены те ресурсы, которые перегружены в определенные периоды времени. Выделим подсвеченные ресурсы и добавим максимальное количество доступных ресурсов в соответствии с их пиковой загрузкой. Далее, планировщик переходит в представление диаграммы Ганта и устанавливает необходимые технологические связи между контрольными вехами, задачами и отдельными этапами второго уровня для того, чтобы рассчитать критический путь плана. В столбце индикаторы он может отслеживать превышение крайних сроков суммарных задач вследствие детализации ответственными отдельных этапов работ. Здесь мы видим критический путь нашего плана. Теперь можем сохранить базовый план проекта для его дальнейшего утверждения. После этого планировщик может перейти на вкладку отчетов и посмотреть данные в виде дэшбордов наглядных отчетов о распределении по временным периодам объемов работ, а также накопительное освоение объемов. В отчете о загрузке трудовых ресурсов можно увидеть количество трудочасов каждого ресурса по временным периодам, а также доступное количество. В отчете по затратам можно увидеть распределение бюджета по видам работ, накопительное освоение бюджета, освоение смертной стоимости, а также предполагаемый план освоения по месяцам. Таким образом, мы завершили выполнение всех процессов нашего сценария по совместной разработке плана проекта. Теперь вы легко сможете реализовать подобный сценарий на ваших проектах. Для этого приобретайте на нашем сайте надстройку PlanBridge для десктопа Microsoft Project, устанавливайте ее на компьютере планировщика и работайте в команде. Желаю успехов!